До начала лета осталось чуть больше двух месяцев, и многие родители уже задумываются об отдыхе своих детей во время каникул. На днях у них была возможность познакомиться с работой загородных лагерей лично. Дети, родители и педагоги, вожатые и представители власти собрались вместе во Дворце детского творчества в Чебоксарах. Там впервые прошел республиканский форум организаторов детского отдыха Чувашской республики. Более 100 тысяч детей в этом году будут отдыхать в загородных спортивных пришкольных лагерях Чувашии. Запись проводится в четыре этапа. Первые заявления начнут принимать 31 марта. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и тех, кто стоит на учете в социально-реабилитационных центрах. Мы за последние годы, ежегодно, несмотря на сложности, не снижаем бюджетное финансирование. Это, во-первых. Во-вторых, путевки продаются чаще на возмездной основе. Это тоже для нас значимо. Для многодетных семей, малобеспеченных семей, в тех семьях, где на самом деле есть соответствующие проблемы, субсидируем стоимость путевки. Минимальные практически родители платят 5%. Есть другие ставки. В организациях отдыха и оздоровления детей самое важное – обеспечение безопасности общественного порядка, подчеркнул глава Чувашии. В республике практически при каждом загородном лагере есть свои педагогические отряды, в которых состоят и учителя с большим опытом, и молодые студенты. На форуме организаторов детского отдыха коллективы развернули творческие площадки, где презентовали свою работу. А какие у нас экскурсии? Святой источник, заповедник, я по небесам, прохожу им тут волосы. Все это очень здорово. Созвездие. Созвездие – это четырлетние смены. Каждая из них повторима и уникальна. По итогам прошлого года наградили организаторов лучшего оздоровительного отдыха. Дипломы получили и победители детского конкурса рисунков на лучшую эмблему «Детский отдых в Чувашии». Я участвовала в конкурсе на лучшую эмблему «Детский отдых в Чувашии». На своем рисунке я изобразила воду, так как в Чувашии есть река Волга. Ветку дерева, так как в Чувашии много лесов и вожатые с детьми. Я только отдыхала в пришкольном лагере, но в дальнейшем хочу побывать в других лагерях, чтобы узнать больше нового и подружиться с разными другими детьми. Если дети в лагерь едут просто отдохнуть после учебного года, то для родителей все-таки важно, чтобы каникулы были полезными и познавательными. У Светланы Щербаковой подрастают два сына, которые отдыхают в загородных лагерях семи лет. Конечно, мы отправляем детей, чтобы они не просто отдыхали, а чтобы они чему-то научились. Я приветствую сама как родитель в те лагеря, где проводится профильная смена. То есть, где дети чем-то занимаются, изучают английский язык, например, рисуют, танцуют. Как раз проведение большого количества профильных смен – особенность летней оздоровительной кампании этого года. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.